Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Перед тем, как поздравить всех наших прекрасных женщин с 8 марта, мне хотелось бы подвести итоги нашего первого конкурса, которым мы объявили в блоге о фильме «Холлоу». Там я задал вопрос, чего не может знать человеческий организм при отсутствии запретов? И за ответ на этот вопрос призом была вот эта прекрасная рокерская кружка. На нашем ютуб-канале было два ответа. Михаил Дмитриев написал, «Человеческий организм не может знать меры». А еще ответил Алексей Кондик, «Человеческий организм не испытывает угрызений совести». В инстаграм ответов было больше. Игли, нижнее подчеркивание АГ, ответил, «Человеческий организм будет знать все, если не будет запретов». Но вот Ралтос считает, что не будет знать ни стыда, ни совести. Лайзи уверена, что когда у человека нет запретов, то у него нет чувства борьбы с самим собой и жажды к запрещенке. А кавер Андрей убежден, что при отсутствии запретов человеческий организм не знает предела. Два человека ответили в фейсбуке. Лия Раевской считает, что организм не знает, где кнопка «Стоп». Но правильный ответ дала только Татьяна Аленцова, которая внимательно, видать, прослушала нашу песню «Мажор», где в припеве сказано дословно, когда запретов нет, не знает организм, чего хотеть. Поэтому главный приз, вот эта прекрасная рокерская кружечка, уходит Татьяне. Всем остальным активным участникам конкурса мы решили также отправить поощрительные призы в виде пластинки группы Волощука СД, которая называется «Роктимизм», где еще упитанный бизнесмен Волощук СД вещает с трибуны, что рок-н-ролл жил, жив и будет жить. В любом случае, благодарю всех за активное участие в конкурсе и за интересные ответы. И ждем ваших адресов в Директ, чтобы знать, куда отправлять призы. Но не забывайте, что по условиям конкурса вы должны быть нашим подписчиком, о чем говорилось в анонсе блога. Еще раз всем спасибо за участие. А сегодня, в связи с этим замечательным праздником, всемирным женским днем, мы разыгрываем среди наших подписчиков другой, также очень дорогой рокерский приз. И самое главное, очень нужный в хозяйстве. Вот эту прекрасную рок-н-ролльную подставку под горячую сковородку. Думаю, лучшего подарка для наших любимых женщин и придумать трудно. Получив такой подарок, они каждый раз, накрывая на стол своему любимому, с умилением будут вспоминать, какой же вы заботливый, бережливый и предусмотрительный. Если даже в международный женский день думали о последствиях постановки горячей сковородки с вашей любимой жареной картошечкой на деревянный стол или даже на стол СДСП. Поэтому вопрос за такой приз будет сложный, каверзный и даже как-то перекликающийся с предметом приза. Звучит он так. Что невозможно удержать в руке, когда поздно решать, кто прав и кто виноват? Но только не пытайтесь все бросать и начинать гуглить. Ответ на данный вопрос можно найти только в тексте нашей песни, которая прозвучит, как обычно, в конце блога. А пока я поздравляю всех женщин с Международным женским днем и немного расскажу о женщинах-рокисполнительницах, которые радовали мир своим творчеством и украсили мировое рок-движение. В рок-музыке практически с самого начала было много прекрасных рок-вокалисток, которые освоились в этой мужской, на мой взгляд, стилистике и пели отличные песни. Об этом прекрасном явлении в рок-музыке можно все узнать из интернета, в том числе и обо всех интересующих вас вокалистках. Я же расскажу только о тех, которые нравились лично мне. Может, конечно, я мало слышал в этой жизни и кого-то пропустил. Что ж, тогда меня ждут впереди прекрасные открытия. Начну с великой Дженнис Джоплин со своими прекрасными блюзами. По мнению западных критиков, это лучшая белая исполнительница блюзов, которая и, на мой скромный взгляд, по праву включена журналом Rolling Stone в список величайших певцов и певиц, хотя прожить ей дано было всего 27 лет. Это и Грейс Слик из Jefferson Aeroplane со своими White Rabbit и Somebody Too Low. И еще знаменитая и полу-цыганка, полу-венгерка, полу-француженка и одновременно полу-русская голландка Маришка Вериш. Главный хит которой, Венус, в составе группы Shocking Blue разучивали все начинающие рокеры Советского Союза. И назывался он по-нашему Шизгара. Мы еще придумывали и собственные русские тексты к ней, типа «Было мне 16 лет, когда я вышел на проспект, гуляли кучи там троеточие и далее повествовалось о женщинах легкого поведения, которые там прогуливались». Это и удивившая всех нас Сьюзи Квадро, которая была первой рокершей, освоившей игру на таком мужском инструменте, как бас-гитара. Мы восхищались этой хрупкой, но смелой женщиной, умело управлявшейся с этим тяжелым и грозным инструментом. Но она не только хорошо играла на бас-гитаре, но и спела немало хороших роковых песен, таких как 48 Crash, Can the Can или Devil Gate Drive, а также Samblin'Inn, исполненную в тандеме с Крисом Норманом из группы Smokey. А куда без мамы панк-рока Патти Смит с ее знаменитым альбомом Horses, выпущенным в 1975 году, зажигательная, безбашенная музыка, каким и должен быть панк-рок. Даже ребята из Великой Ирландской U2 признавали ее влияние на свое творчество. Вспоминаю, так же, как в конце 70-х мне досталась пластинка группы Heart с названием Little Queen, с двумя красивыми женщинами на обложке, которыми оказались сестры Энн и Нэнси Уилсон, и которые играли очень даже себе твердый рок. Это уже потом, намного позже, я узнал, что этот альбом был трижды платиновым. А затем я познакомился с творчеством Джоанн Джетт, американской рок-певицы и гитаристки, которая делала очень правильный рок, и в группе Runaways, а затем и в составе группы Джоанн Джетт And The Black Hearts, где она и исполнила свою знаменитую I Love Rock'n'Roll, занимавшую в свое время первую строчку в Billboard 1982 года. Может, я ошибаюсь, но думаю, что именно эта песня сподвигла Константина Кинчева написать песню «Все это рок-н-ролл», которую затем великолепно исполнили наши известные российские рокеры Вячеслав Бутусов, Юрий Шевчук, Владимир Шахлин, Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Скляр вместе с Жанной Стингрей. Хотя мне из песен Джоанн Джетт больше нравится менее раскрученная, но более, на мой взгляд, качественная «I hate myself of loving you». Кого еще из западных рок-певиц я хорошо помню, так это шотландку Энни Ленокс из «Юритмикс», с которыми пел и, насколько мне известно, даже дружил патриарх нашей русской рок-музыки Борис Борисович Гребенщиков. А вот в 90-х годах мне очень нравилась музыка шведского коллектива Rockset с потрясающим вокалом Мари Фредриксон. До сих пор с удовольствием переслушиваю их песни «The Look», «Joy Wright», «Real Sugar», «Spended My Time», да и другие. С одной стороны, классика рока, с другой очень современно слушается до сих пор. У нас в России также немало хороших рок-певиц, но я не буду всех перечислять, чтобы кого-то по случайности не забыть и не обидеть. Просто перечислю те песни, которые меня впечатлили и которые я с удовольствием слушаю до сих пор. Любочка в исполнении Маши Макаровой из группы «Маша и Медведи». Великолепная песня. Жаль, что больше ничего подобного придумать и спеть ей не удалось. Продавец кукол в исполнении Екатерины Белоконь из группы «Вельвет». Шедевр рок-музыки. Потрясающая вещь. Также понравилось, как Ольга Кормухина исполнила песню Виктора Цоя «Кукушка». Это тот случай, когда кавер не хуже оригинала. У Земфиры мне нравится много песен. Назову некоторые. Почему? Аривидерчи. До свидания, мой любимый город. Прости меня, моя любовь. Не отпускай. Много песен нравится и у Светланы Сургановой. Больно. Далеко. Ты. Увидимся скоро. Она очень требовательна и к аранжировкам, и к звуку, и к поэзии. Прекрасный музыкант, композитор и поэт. А так как я родом с Украины, то хотел бы отметить и свою землячку Татьяну Шмайлюк из лучшей украинской метал-группы Джинджер. Восхищаюсь гибкостью ее голоса. Она прекрасно владеет и чистым вокалом, и техникой гроу. Мало кто из мужиков металлистов так умеет. О чем поют Джинджер, я не вникал, так как они поют на английском, но музыкально это очень стильная и продвинутая группа, и в первую очередь благодаря вокалистке. Вот так вот вкратце я вспомнил о женщинах, посвятивших свою жизнь рок-музыке, и песни которых мне нравились и продолжают нравиться. И сегодня, поздравляя всех женщин, девушек и девочек с международным женским днем и желая им счастья и любви, хочу спеть для них блюз под названием «Поздно решать, кто из нас прав», который я специально сочинил к этому празднику. Ведь блюз это всегда лирическая песня о любви, хотя и грустная, но всегда оптимистичная. Надеюсь, что она понравится не только нашим слушательницам, но и суровым слушателям, не признающим наше рок-изыскание. На этом с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы знать, что не только суровые металисты являются воплощением рок-музыки, но еще и представительницы прекрасного пола, которые зачастую играют и поют рок получше многих бородатых и суровых в юношей, причем намного лучше. До свидания, друзья!